Сегодня же Владимир Путин побывал в образовательном центре «Сириус». Обучение там проходят одаренные дети со всей страны, которые проявили себя не только в спорте, но и в самых разных областях науки и искусства. Участникам нынешней смены предстояло применить свои знания для реализации проектов, которые создавались вместе с вузами и корпорациями. Репортаж Олега Шишкина. Образовательный центр для одаренных детей «Сириус» создан на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи. В этом здании находился главный медиа-центр Олимпиады, а сейчас творческие лаборатории, где ребята работают над техническими проектами. Илья Мазан из Новосибирска, он победитель нескольких региональных олимпиад. Наша команда создает мини-лабораторию для анализа воды. Она будет спускаться с квадрокоптера и производить анализ. Потом, по данным, которые сняла наша капля, можно будет составить карту, где можно купаться, где можно воду пить, а где она загрязана тем-либо иным продуктом. Образовательная смена 24 дня. «Сириус» работает круглый год и каждый месяц принимает по 600 школьников, победителей предметных олимпиад по естественным наукам, а также юных художников, артистов и спортсменов. В этой смене юные изобретатели. Разбившись на команды, они решают необычные и сложные технические задачи. Например, разрабатывают программу, которая позволяет управлять компьютером без помощи рук. Задерживая взгляд на той или иной букве алфавита, человек с ограниченными возможностями сможет набрать текст. Здесь ребята заняты конструированием электромобиля. Опытный образец способен развивать скорость до 40 км в час, грузоподъемность до 60 кг. А на этом стенде проводится эксперимент по стыковке космических аппаратов. Во предполагаемых спутника на дном установлен инфракрасный датчик. Осветительный прибор имитирует солнце. А это центр управления полетами. За происходящим следят на экране ноутбука. Эта разработка придется по вкусу, пожалуй, всем школьникам. Робот-ластик, который сам стирает слова и рисунки на магнитной доске. «Сириус» был создан по инициативе Владимира Путина. Главное, чтобы образовательный центр был доступен для всех одаренных детей, вне зависимости от достатка родителей. Сегодня президент приехал, чтобы подвести итоги первого года работы центра. Владимир Путин заинтересовался проектами в области медицины. Пытаемся учиться по электрокардиограмме, предсказывать болезнь человека. «Там столько данных, которые дают возможность прогнозирования». «Да, там действительно очень много данных». «Для того, чтобы понять, как будет организм человека развиваться, нужно иметь еще и знания о себе, о себе». «Мы скорее математики и программисты, чем биологи». «Замечаем какую-то корреляцию, то есть взаимосвязь между электрокардиограммой, частотой разных материстик в этой электрокардиограмме». А вот система, позволяющая отслеживать в небе беспилотники. «У нас уже представлено мобильное приложение, чтобы можно было сразу увидеть, где беспилотник находится». «Отслеживать тех движений?» «Да». «Как всех беспилотников или тех, которые имеют какой-то там сигнал?» «Ну, мы предполагаем то, что вместе с регистрацией в будущем беспилотников у нас будет производиться специальный модуль, это обязательно, и каждый беспилотник будет отслеживаться». «Очень важна вещь на самом деле. Для безопасности, для организации работы в целом». «Юные физики, математики, биологи и химики. Всего в центре сейчас разрабатывается 69 проектов». «Мы еще изучаем добавление растительных добавок, кукурузы, слои и даже ГМО. «А ГМО находитесь?» «Пока еще нет». «Такая возможность есть найти ГМО?» «Да, почему нет?» «Насколько это сложный анализ?» «Это очень простой анализ, поэтому были именно его, потому что он, во-первых, простой, все происходит очень быстро, и при этом мы можем узнать количество даже добавок из личных». «Да, спасибо. Вы меня порадованы». «Отдельно Владимир Путин встретился с бизнесменами, которые оказывают центру финансовую поддержку. Среди благотворителей руководители 30 крупнейших российских предприятий и корпораций. «Сириус» для них представляет особый интерес. О таких будущих сотрудниках можно только мечтать. Воспитание талантливой молодежи, по словам президента, должно быть системным. Это забота не только государства, но и крупного бизнеса. Мне бы очень хотелось, чтобы работа в этом центре была связана не только с тем, что мы морально поддерживаем талантливых ребятишек, но связана с созданием системы сопровождения талантливых детей от школы до высшего учебного заведения и дальше до производства. Собственно говоря, до ваших производств. Мне бы очень хотелось, чтобы наши талантливые ребята смогли реализовать себя в нашей стране. И мы с вами должны это сделать не путем административных ограничений, а путем создания наилучших условий для применения их таланта». На заседании попечительского совета фонда «Талант и успех» президент сообщил о выделении грантов для студентов высших учебных заведений. «Мне был подписан соответствующий указ в прошлом году. Мы выделили соответствующие гранты по 20 тысяч рублей ежемесячно для каждого студента. И заключено уже 450 договоров на выплату этих грантов. Все получатели грантов приняли обязательства по последующему трудоустройству в Российской Федерации». За год обучение в «Сириусе» прошли 6600 школьников. Сочинский опыт необходимо распространить в других регионах, считает президент, где со временем должны появиться новые центры для одаренных детей, место в которых можно будет заработать лишь благодаря своим собственным способностям. Олег Шишкин, Дмитрий Бедреев, Иван Королев, Валерий Кузьмин, Херезотов, Первый канал, Сочи. Владимира Путина. Главное, чтобы образовательный центр был доступен для всех одаренных детей, вне зависимости от достатка родителей. Сегодня президент приехал, чтобы подвести итоги первого года работы центра. Владимир Путин заинтересовался проектами в области медицины. Пытаемся научиться по электрокардиограмме предсказывать болезнь человека. Там столько данных, которые дают возможность прогнозирования. Да, там действительно очень много данных. Для того, чтобы понять, как будет организм человека развиваться, нужно иметь еще и знания о себе, а лучше. Мы скорее математики и программисты, чем биологи. Замечаем какую-то корреляцию, то есть взаимосвязь между электрокардиограммой и частотой разных материстик в этой электрокардиограмме. А вот система, позволяющая отслеживать в небе беспилотники. У нас уже представлено мобильное приложение, чтобы можно было сразу увидеть, где беспилотники находятся. А отслеживать их движения? Да. Как всех беспилотников или тех, которые... ...среди благотворителей руководители 30 крупнейших российских предприятий и корпораций. Сириус для них представляет особый интерес. О таких будущих сотрудниках можно только мечтать. Воспитание талантливой молодежи, по словам президента, должно быть системным. Это забота не только государства, но и крупного бизнеса. Мне бы очень хотелось, чтобы работа в этом центре была связана не только с тем, что мы морально поддерживаем талантливых ребятишек, но связана с созданием системы сопровождения, сопровождения талантливых детей от школы до высшего учебного заведения и дальше до производства. Собственно говоря, до ваших производств. Мне бы очень хотелось, чтобы наши талантливые ребята смогли реализовать себя в нашей стране. И мы с вами должны это сделать не путем... Каждый месяц принимает по 600 школьников, победителей предметных олимпиад по естественным наукам, а также юных художников, артистов и спортсменов. В этой смене юные изобретатели. Разбившись на команды, они решают необычные и сложные технические задачи. Например, разрабатывают программу, которая позволяет управлять компьютером без помощи рук. Задерживая взгляд на той или иной букве алфавита, человек с ограниченными возможностями сможет набрать текст. Здесь ребята заняты конструированием электромобиля. Опытный образец способен развивать скорость до 40 км в час. Грузоподъемность — 160 кг. А на этом стенде проводится эксперимент по стыковке космических аппаратов. Два предполагаемых спутника. На дном установлен инфракрасный датчик. Осветительный прибор имитирует Солнце. А это — Центр управления полетами. За происходящим следят на экране ноутбука. Эта разработка придется по вкусу, пожалуй, всем школьникам. Робот-ластик, который сам стирает слова и рисунки на магнитной доске. «Сириус» был создан по инициативе... Сегодня же Владимир Путин побывал в образовательном центре «Сириус». Обучение там проходят одаренные дети со всей страны, которые проявили себя не только в спорте, но и в самых разных областях науки и искусства. Участникам нынешней смены предстояло применить свои знания для реализации проектов, которые создавались вместе с вузами и корпорациями. Репортаж Олега Шишкина. Образовательный центр для одаренных детей «Сириус» создан на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи. В этом здании находился главный медиа-центр Олимпиады, а сейчас творческие лаборатории, где ребята работают над техническими проектами. Илья Мазан из Новосибирска. Он победитель нескольких региональных олимпиад. «Наша команда создает мини-лабораторию для анализа воды. Она будет спускаться с квадрокоптера и производить анализ. Потом, по данным, которые сняла наша капля, можно будет составить карту, где можно купаться, где можно воду пить, а где она загрязана тем-либо иным продуктом». Образовательная смена 24 дня. «Сириус» работает круглый год. «Мы предполагаем, что вместе с регистрацией в будущем беспилотников у нас будет производиться специальный модуль. Это обязательно. И каждый беспилотник будет наслеживаться». «Что важно ведь на самом деле? Для безопасности, для организации работы. Юные физики, математики, биологи и химики. Всего в центре сейчас разрабатывается 69 проектов». «Мы еще изучаем добавление растительных добавок, кукурузы, слои и даже гаммол. А гамма находитесь? Пока еще нет. Такая возможность есть найти гамма? Да, почему нет? Насколько это сложный анализ? Это очень простой анализ, поэтому мы выбрали именно его, потому что он, во-первых, простой, все происходит очень быстро, и при этом мы можем узнать количество даже добавок физических». «Дорога, спасибо, у меня пара, пара, гамма». Отдельно Владимир Путин встретился с бизнесменами, которые оказывают центру финансовую поддержку.